Торжество православия Праздник православной церкви, совершаемый в первое воскресенье Великого Поста, в этом году 13 марта. Праздник был установлен при царице Феодоре в 842 году в память восстановления почитания святых икон. В основе этого праздника лежит победа православного вероучения над всеми ересями Востока, которые искажали учения о богочеловечестве Христа. В их числе были также иконоборцы, которые запретили изображать богочеловека, тем самым они фактически отказались от веры в реальность его воплощения. В 787 году Седьмой Вселенский Собор сформулировал догмат иконопочитания, но иконоборцы продолжали упорствовать. Через 56 лет, в воскресенье на первой неделе Великого Поста, в Константинополе была устроена торжественная процессия по улицам города с иконами. Этот день остался навсегда днем торжества церкви, над всеми ересями днем православия. О духовном содержании праздника прекрасно сказал известный проповедник, митрополит Антоний Сурожский. Торжество православия мы видим в двух вещах. Во-первых, в том, что православные люди, рассеянные по лицу земли или собранные в плотные народные общины, несмотря на гонения, несмотря на громадные трудности, сохранили в чистоте свою веру, сохранили благоговейно свое богослужение, сохранили путь духовный, который завещал Христос в Евангелии и Отцам Церкви. И в конечном итоге торжество православия – это день, когда мы ликуем, что Бог остался непобежденным человеческим грехом, грехом ума, холодностью и неустойчивостью сердца, колебаниями воли, грехами плоти. Бог остался непобедим в Церкви Христовой. Бог остался непобедим в отдельных конкретных личностях. В этом великая наша радость. Прошла первая неделя Великого Поста. Какой же она была в нашем обозрении? Вспомним последний день перед постом Масленица, один из древнейших праздников, дарованных нам далекими предками русичами, и праздник, официально признанный Православной Церковью. В день Масленицы в Свято-Илиинском Одесском мужском монастыре угощали прихожан храма и всех одесситов блинами. На этом угощении побывала и наша съемочная группа. Праздник Масленицы проводится в Свято-Илиинском монастыре традиционно каждый год. Для всех желающих готовятся угощения. Горячие блины, испеченные на монастырской кухне с медом и вареньем, горячий душистый чай, настоянный на травах, могли отведать все желающие. Сегодня в последний день сырной седмицы, в прощенное воскресенье, мы традиционно приглашаем всех наших прихожан и всех желающих попить с нами чаю с испеченными в нашей трапезной блинами, с медом и с различными угощениями. Это приходят и учащиеся в нашей воскресной школе, и все-все, кто просто уже знает об этой доброй традиции, попьют душистый чай из старинного самовара с заваренными лесными травами, и просто перед постом ободрят немножко свою душу и утешат ее такой небольшой радостью. Может быть, стоит напомнить, что до XVI века год на Руси начинался с марта, то есть масленица долгое время была встречей Нового года. Славяне верили, что если не потешишь на широкую масленицу, значит жить в горькой беде и жизнь худо кончить, то есть как год встретишь, так его и проведешь. Поэтому наши предки строго соблюдали все сложившиеся традиции. Главные символы праздника – блины и чучело масленицы. Мы стараемся каждое воскресенье, прощая на воскресенье, конечно. Хотелось обязательно попасть на эту службу, потому что такая раз в году бывает служба. Завтра пост уже начинается. Ну вот мы стараемся мастырскими шоколадами, блинами, ублажаем себя, чтобы потом выдержать пост. Я узнаю в церкви о Боге, там очень красиво, и мне нравятся всякие праздники, когда можно покушать угощение. Масленичная неделя завершилась в воскресенье особым днем, прощенным воскресеньем. Этот христианский обычай просить прощения помогает смотреться в самих себя. Если осудили в ком-то недостаток, значит он есть в нас самих. Легче всего замечать недостатки у других, упрекать, наставлять, а работа над самим собой – самое сложное. К этому и призываю церковь в канун Великого Поста. Как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, нужно прощать погрешности ближних своих с любовью кротко, как себе охотно прощаю, как сам жажду от других прощения или снисхождение моим немощем, то есть, чтобы и не замечали их, как бы их не было, или заметили ласково, кротко, любезно, доброжелательно. В сегодняшний день церковь воспоминает изгнание из рая Адама. Этот день очень заставляет каждого христианина задуматься о том лишенном рае, который через грехопадение наших прародителей, через грех мы были как бы лишены, и ради этого впоследствии на землю пришел Христос, чтобы открыть нам эти двери рая, освободить нас от рабства первородному греху, омыв его своей честной кровью. Сегодня православные готовят сугубо к великому посту и спрашивают друг у друга прощения. Особо нужно задуматься и вспомнить тех людей, которым мы действительно досадили в своей жизни, или, быть может, кто-то досадил нам. Нужно примириться с ними, чтобы завтра, придя и на великий покаянный канон Андрея Критского, не оставаться пред очами Божьими лукавыми, рабами, и, слушая, душе мое восстание, что спишет, умирив ее, примирив ее сегодня, очистить ее от греха, чтобы впоследствии достойно воспеть вместе со всей полнотой православного мира, что Спаситель наш воскрес из мертвых и даровал нам надежду на жизнь вечную. В это воскресенье, впрочем, как и обычно, в храме монастыря собралось много людей. Мы со своим сыном Дмитрием, ему 7 лет, мы ходим в этот храм, мы очень любим этот храм, и сегодня, как бы, прощенное воскресенье, то есть, как бы, последний день перед входом в Великий пост, то есть, как бы, всех надо простить. Сегодня наш настоятель, Ильцис Виктор, сказал такую проповедь, что я просто разрыдалась. То есть, он сказал, очень легко подойти попросить прощения у просто незнакомого человека, прости меня. А как тяжело часто подойти попросить прощения у тех, кого действительно обидели, и, как бы, это очень тяжело, но это надо. Может быть, где-то, когда-то, кого-то обидело. Простите меня ради Бога, простите меня ради всех святых моих, простите, простите. И я хотела бы недавно, вот ангел мне продиктовал такой небольшой стих, и мне бы очень хотелось на литургии прочитать этот сейчас стих. Храм Ильинский на заре, полон света в алтаре, и ликуют ангелы на чашу. Тело там, и кровь Христа, жизнь дается неспроста, а лишь тем, кто кается. Причастился, будь здоров, теперь не надо к докторов, а не принявший Бога, заплатит дьяволу. И уколы, и таблетки, и уколы, и массаж, ингаляторий, и сауна, все прошел, а толку нет. Лишь души, погаши, свет, грязь на ней, и толку нет. Немо существует и душа, и тело. Причащайтесь, приходите, исповедуйтесь. Вас ждут, любят. Господь вас так любит, вас так Богородица любит. Она ждет вас. Во всех бедах, не в частях. Приходите сюда. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Сказано в Евангелии от Матфея. Обычай взаимного прощения перед началом многодневного поста сложился еще в первые века христианства. Чин прощения является последним порогом, через который мы входим в Великий пост. Последнее воскресенье перед Святой Четыридесятницей называется Прощенное воскресенье. Это день особых духовных переживаний, когда каждый из нас пытается сбросить со своей души тяжелый груз греховных наслоений, очиститься от скверны и с легким сердцем приступить к постному воздержанию. И путь к этому лежит через прощение. Только вечер и ночь отделяет сейчас мирян от светлого времени Великого поста. И эти последние часы преисполнены особого значения, ведь от них зависит, как, в каком духовном облике мы войдем в пост, легко ли примет наша душа бремя воздержания. В это время Церковь проводит нас через особый чин прощения, осознание грехов, очищение совести своей и приготовление себя ко встрече Господа во дни Святого поста. Когда мы говорим «прощай», это не значит такого типа, что еще встретимся снова. «Прощай» означает «прости все мои несовершенства». «Прости, когда я тебя обидел, оскорбил». «Прощение ближнего» – это благодать, «прощение ближнего» – это легкость, «прощение ближнего» – это то, что мы называем очищение и начало новой жизни. Чин прощения совершается вечером воскресенья. В храме приглушают свет, прихожане стараются избегать нарядных одеяний, а священники переоблачаются в черные великопустные одежды. Во время этого чина впервые читается молитва святого Ефрема Сирина. Молитву святого Ефрема Сирина с земными поклонами вслед за священником повторяют и все прихожане. Эта молитва особенно важна для верующих в период поста. В ней очень ярко выражены главные духовные нужды. «Одрование духа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви». Ну а самым трепетным моментом воскресной службы является проповедь архипастере. Высокопреосвященнейший владыка митрополита Гафангел обратился к прихожанам, призвав к покаянию, объяснив, как важно для нашей духовной сущности освобождение от груза обид, затаённые ненависти и осуждения. За все эти пороки владыка призвал попросить прощения друг у друга и у Господа нашего Иисуса Христа. «По доброй традиции в этот день прощения все мы просим друг у друга прощения. Но очень тяжело, когда человеку приходится произнести эти слова к обидевшему ему. Гордость обнимает такого человека он не может произнести слова о прощении обид к тому, кто его обидел. И стоит человеку гордому попросить прощения унижестоящего или обидящего его, как этот камень тяжести уходит от нашего сердца». Это освобождение, очищение и есть главная реформа нашей души, которая происходит после искреннего прощения друг друга. В завершении проповеди владыка попросил молитвенной поддержки верующих и, преклонив колено, сам возвал к прощению. «Простите и меня, братья и сёстры, сэр, сэр, простите меня, все братья и сёстры, простите меня, благословицы, благословицы. Я прощаю всех вас, Господь и Бог наш Иисус Христос и человека любвием допростить всех вас от ваших грехов, от сознания, от тех, которые вы приносите сегодня, и пусть его небесные силы помогут вам проходить достойно поприще святого Великого Поста, ангела, хранителя всем вам на предстоящие дни. В этот же день в храмах зажигается свеча, которая будет гореть всё время Святого Великого Поста. Все 40 дней, в течение которых через воздержание люди приходят к покаянию. Я всегда в дни Поста чувствую себя возвышенней, лучше, и мне кажется, готова простить весь мир, мне кажется, становлюсь совершенно другим человеком. Хочется, чтобы каждый из нас почувствовал это изменение. Хочется всех поздравить с этой весной духовной, с тем, что она несет нам, грешным людям, которые так жаждут стяжания благодати Святого Духа. Первая седмица Великого Поста время особого строгого воздержания и молитвенного уединения. В эту неделю в храмах традиционно читается Великий Покаянный Канон Андрея Критского. Великим Канон назван по объему духовной мудрости, содержащейся в нем, по силе духовного воздействия и по общему количеству тропарей, всего их 250. В этом ярком богословском тексте звучит призыв к покаянию, душевному освобождению от грехов. Речь Святого Андрея Критского настолько трогательна, что потрясает самые жестокие души, умиляет и смягчает самые окаменелые, черствые сердца и никому не допускает отчаиваться во спасении. Автор великого покаянного канона Андрей Критский родился в благочестивой семье в Дамаске. До семилетнего возраста мальчик не произнес ни слова. Родители уже потеряли надежду, что сын когда-нибудь обретет дар речи. Еще более необыкновенной была мысль, что именно его слово повторится в веках. Но святой Андрей чудесным образом избавился от немоты и как только начал говорить стал интересоваться Словом Божьим. А уже в монашестве в сане архиеписка Покрицкого просеял как истинный светильник церкви великий богослов и гимнотворец. Именно он стал родоначальником новой формы канона. Но вершиной его духовной мысли стал великий покаянный канон истинная драгоценность литургического богословия. В своем покаянном каноне святой Андрей проводит нас через всю историю Ветхого и Нового Заветов. На фоне примеров святой и греховной жизни древних людей автор побуждает нас к покаянию, к осознанию своего несовершенства на фоне величия Божьего. Сам язык, которым написан канон, прост, образен и понятен каждому. Святому Андрею удается добраться до самых дальних уголков нашей души, смягчить самые черствые сердца, вызвать слезы покаяния. По форме канон представляет собой прекрасную молитву кающегося перед Спасителем. «Не возгнушайся меня, Спаситель, ни отри ни лица твоего. Очисти и прости мои прегрешения. От юности я всестрастно приступил твоей заповеди, по небережению, не имею плодов благочестия, растратил богатство благодати. Не води со мною в суд моих дел и слов, я ве щедрость. Вся моя жизнь проходила в ночи греха. Тьма и глубокая мгла во мне. Покажи меня, Спаситель, сыном дня. Я вижу себя превзошедшим грехами всякого человека, так как грешил сознательно, а не по неведению. Пощади Господи твое создание. Ты один чист естеством и бескверно нет иного, кроме тебя. Слезы мои добудут мне, как вода купели селаамской, да умой я зенится и сердце и мысленно увижу тебя превечного света. Слова церковно-библейских канонов, как луч света, попадают в совесть человека и будят ее. Автор оплакивает не только свои грехи, но и грехи всего человечества. Канон представляет собой широкую историческую панораму, в которой начертается история человеческого греха и человеческой праведности, отвержения Бога и его принятия. Единственный путь очищения для святителя Андрея во Христе через молитвенный подвиг. Эту же мысль выразил в своей проповеди и высокопреосвященнейший владыка-митрополит Агафангел. В эти святые дни великого поста, особо удобное время размышлять о спасении нашей души, чаще исповедовать немощи свои, размущать о страдании Господа Иисуса Христа, который собирает нас как одну семью, для того, чтобы утешить нас словами наседания, явить нам свидетельство своей непрекращающейся божественной любви и заботы, для того, чтобы мы осознали, что Господь всегда с нами. Пусть каждому из нас изобразится через молитву, через подиэферы, через наши добрые поступки, Господь наш Иисус Христос, везде сейся исполняющий и наполняющий вселенную радостью мира, ибо Он мир наш, Он наша радость, Он наше упование, Он наш пастырь добрый, зовущий нас в стадо свое. Аминь. С приходом Великого Поста Богослужебный Устав предлагает верующим людям большое разнообразие особенных молитв и чинопоследований, помогающих настроиться на покаянный лад и достойно пройти поприще Святого Поста. Все эти произведения церковной гимнографии, молитвословия и особые богослужебные последования в основном древнего происхождения и с давних пор укоренены богослужебные практики. Однако есть среди них богослужение, которое является довольно поздним по происхождению. Это богослужение называется пассией. Самая поздняя по времени возникновения православная служба пассия была составлена в середине 17 века митрополитом Киевским Петром Могилой, создателем многих литургических форм. Так называется особая служба, совершаемая в Великом Посту, во время которой читается Евангелие о крестных страданиях Спасителя. Пассио в переводе с латинского на русский язык означает страдание. Служба, как ее принято называть пассия, совершается четыре раза в год по числу евангелистов во второе, третье, четвертое и пятое воскресенье или пятницы поста. Пассия и службы, посвященные страстям Господним, производят глубокое духовное впечатление на всех, кто молится в храме. Своим внутренним содержанием они доставляют людям высокое духовное утешение и назидание. Во время вечерней службы пассии звучат молитвы и песнопения, составленные из богослужений Великой Пятницы, Дня Телесной Смерти Господа. Эти молитвы мысленно возносят нас на Голгофу, вновь и вновь напоминая о конечной цели Великого Поста за распятие и со Христом. Пассия – благодатная возможность для каждого из нас в Великопостные дни еще и еще раз помолиться Господу о прощении наших грехов. В городе Амосии в Понтийской области во время гонения императора Максимиана воин Федор вместе с другими христианами был принуждаем отречься от Христа. И принести жертву идолам. Его прозвище Тиран по латыни значит новобранец. Отказавшись исполнить это, Федор был подвергнут жестоким мучениям и заключен в темницу. Здесь во время молитвы он был утешен чудесным явлением Господа Иисуса Христа. Через несколько времени мученика вывели из темницы и разными пытками снова принуждали отречься от Христа. Наконец, видя непреклонность мученика, правитель приговорил его к сожжению. Спустя 50 лет после кончины святого Федора император Юлиан Отступник, желая осквернить христианский Великий Пост, приказал Константинопольскому градоначальнику каждый день в течение первой недели поста тайно кропить кровью идольских жертв продукты, продаваемые на рынках. Святой Федор в ночном видении явился Константинопольскому архиепископу и велел объявить христианам, чтобы они не покупали на рынках оскверненные припасы, но употребляли в пищу колева, то есть вареную пшеницу с медом. В память этого события православная церковь до сих пор ежегодно воспоминает память об этом событии. В пятницу первой недели Великого Поста по церковному уставу после Божественной Литургии прежде священных даров читается канон великому ученику Федору Тирану и освящается Колева. Это событие свидетельствует о том, что Небесная Церковь в лице святых угодников Божьих участвует в жизни Церкви земной. Когда враг замышляет на нас зло, Господь посылает нам на помощь своих святых угодников. Святитель и учители Церкви Василий Великий размышляя о посте, так предупреждает каждого человека, вступившего в святой поприще поста. Истинный пост не только воздержание от пищи, но прежде всего удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева. В эфире было телевизионное и пархиальное обозрение. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин